Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Ну что же, у нас закончилась неделька, турнир тоже закончился и мы забираем свой приз. Ёлки ты палки, неужели я остался в мастере 2 звезды? Ребята, это для меня рекорд. Не так часто мы с вами это делаем, но на этот раз у нас все получилось, поэтому давайте смотреть, что нам достанется. Ну, во-первых, 9030 сюриков, это неплохо, 45 ДНК на Донателлофильм, 90 золотых осколков и 65 платиновых. Я считаю, что это шикарно. Ну и, соответственно, забираем еще ежедневную награду. И это у нас 32 очка, да, плюс 120 голды. Шикарненько. Ну что же, быстренько сбегаем с вами в магазин, откроем бесплатно колоду и пойдем, наверное, апать с вами Донателло. Верно? Верно. Ну что же, где же ты, наш родной красавчик? Ну-ка покажись, вот он, вот он. Ну что же, как говорится, получает он четвертую серебряную звезду. Отлично. А тут, как говорится, рукой подать и до золотой. Так, что у нас тут? Знай своих врагов, мы получаем с вами пассивные умения. У Дона в кармане всегда найдется какое-нибудь устройство. Сила воздействия увеличивается на 5% на время боя. Ну что же, неплохо, друзья, неплохо. Так, закрываем это дело. Обмениваем здесь ДНК на сюрикены. Где у нас еще? Я ведь знаю, что должны быть еще, как говорится, излишние ДНК. Вот, например, на крипе. И, по-моему, все, да? А нет, смотрите, на Монда Гека есть одна штучечка. А вот теперь, по-моему, все. Да нет, на Махма не появилось. И на Мотогеноиде. Здоровски. Ну что же, ладно, друзья, давайте переходить с вами, наверное... А, задания у нас еще пока недоступны. Печалька. Ну тогда мы с вами будем бустовать. Турнирная арена. Поехали. Кстати, секундочку, давайте еще глянем, что у нас за испытания будет. Ага, будет разыгрываться Армагеддон. Точнее, будет разыгрываться Армагон, но испытание будет называться Армагеддон. В принципе, друзья, оно мне не нужно, потому что Армагоша у нас полностью с вами прокачанный. День Дони. Неплохо. И космические странности. Это у нас... Ага, черепашки из космоса. Ну что же, тоже неплохо, друзья. Будем с вами тоже в ближайших сериях проходить эти испытания. Ну и начнем, пожалуй, с турнирной арены, да. Это самая любимая моя вещь, особенно когда я люблю бустовать. Выбираем с вами кого. Да, тут без разницы, да. Но я, наверное, возьму Романа. И быстренько летим в самый хвост наших персонажей, да. И начинаем со слабеньких. Это у нас... Ага. Кролики, Бибоб и Кожеголовый. Ну что же, начнем, пожалуй, с кроликов. Сделаем вот этот вот удар. Я думаю, что кого-нибудь мы вырубим. Ага, Макман у нас упал. И теперь Бибобчик начинает бомбить по Хану. Шикарно. Ну что, остается он у нас Майки. Я думаю, что у него шансов на выживание, конечно же, нет. Так, друзья мои, ну, как вы знаете, да, у нас ареночка только началась. Поэтому у нас есть большое преимущество сейчас очень сильно стартануть. И благодаря, кстати, в прошлый раз, когда у нас неделя, да, началась, мы с вами бустанули. И, наверное, благодаря этому я и остался в лиге 2 звезды. То есть я имею в виду в мастере. Так что давайте не подведем нас сами себе. Так, что тут у нас? Не пойму, кто это такой. Аймисон и Евгений. Ну, давайте, наверное, возьмем Евгения, да. Тут у него, я смотрю, 17 уровень максимальный. Так что для нас это, в принципе, ребят, ерунда. Мы берем с вами, опять же, 30-х. Причем у нас 2 Рокстеди. Один в костюме кролика, а другой в костюме вояки. Причем оба они с мечами. Так, ладно, не будем рассматривать детали. Будем сразу переходить к делу. Вау, неплохо шиканули. Так, Хилка врубает. Но это не помогает, естественно. Так, давай-ка Муху уберем отсюда. И Бакстер Стокман у нас следующий. На подходе мы его... Оп, ах ты, елки-палки. А так, если... Шикарно. Слушай, я думаю, сейчас мы с вами перейдем, наверное... Хотя вряд ли. В 3 звезды, конечно, хотелось бы, да? Сигануть. Но я сомневаюсь. Да, друзья мои. Воин 3 звезды пока не получили. Это очень странно, между прочим. Но не будем расстраиваться. Так, Мэтью. Да, я думаю, что мы возьмем с вами Мэтью. Уже, кстати, здесь 20 уровень. Слишком быстро у нас как-то здесь развивается событие. А мы берем с вами... Ага, Лео. Так, Роквелл и Шиннигами. Этого будет достаточно, чтобы разобраться с нашим противником. Так, ну... Приступим. Кто у нас первый ходит Шиннигами? Я думаю, что мы вначале с вами забомбим Муху. Так. Не упала. Ты посмотри-ка, а? Крепенькая оказалась. Ну, сейчас мы ее добьем. Роквелл. Ну, давай сделаем вот так, друзья. Да? Ой, слабенько как-то мы бомбанули. Макман плюет. Естественно, промахивается. Баксер немножко нас задевает. Но это ничего страшного. Да что ты будешь делать-то? Шиннигами. Почему такая у меня слабенькая? Да и Роквелл тоже не особо силен. У меня, по-моему, здесь только лишь Леонардо довольно сильный. Особенно со своим суперударом, как говорится, пробивающим мечом сверху вниз. Довольно неплохо критует. Так, ну что же. Теперь мы переходим с вами на Воин Три Звезды. Позиция у нас 53-я. Это уже хорошо. И мы продолжаем с вами наши баталии. Так, Андрей, Анастасия и Пол. Ну, естественно, возьмем с вами, наверное, Андрюху. Выбираем Андрея. Выбираем с вами наших персонажей. Уровень противника, друзья мои, уже 26-й. Вот так-то. Слишком сильно мы здесь с вами не забалуем. Так. Пит. Пит, какой же ты слабенький, а? Хоть ты 30-го уровня, но у тебя всего 2 бронзовые звезды. То есть ты слабое звено получается у нас здесь. Ну-ка, бомбочку для затравочки сделаем для начала, да? Ох, а что так слабенько-то? Эй, родные, я так... Я на это не подписывался. Почему такой минимальный урон был? Ну, давай, ладно, бомбанем, наверное, осколком экрана. Так, минус Кирби. Теперь бы нам, наверное, все-таки надо уничтожить Рокстеди. Потому что он мне не нравится. Так, что он делает? Ага, усилил атаку. Ёлки-палки. Ты посмотри, что делает, а? Друзья мои, они хотят Донателла мне, наверное, да? Уничтожить. Ну-ка, давай. Пит, хиляй нас, пожалуйста. Слабенько хильнул. Ну-ка. Посмотри-ка, а? Какой крепкий. У нас еще, кстати, Рафаэль может захилять. Не стоит об этом забывать. Да что ж ты будешь делать? Ты посмотри, а? Давайте хоть кого-нибудь уберем. Так, отлично. Так, теперь попробуем с вами... Интересно. Не выходит. Почему, друзья, у нас не получается? Есть. Так, давай-ка мы все-таки хильнемся, а? От греха подальше, да? Чтобы у нас все персонажи остались целыми. Хорошо, что Леонардо переключился на майки. Это нам дает небольшое преимущество. И я думаю, что этого будет нам достаточно, чтобы его уничтожить. Ну-ка, ся. Так, и последний удар. Раф. Малорик. Шикарно. Никого не потеряли. Значит, все бонусы и все кубки мы с вами получаем. Ну что же. Давайте посмотрим. Перейдем мы сразу же на следующую. Да, мы переходим с вами в элиту. 66-я позиция. Неплохо. А мы продолжаем наши драки. Так, кто у нас тут? Флофио. Улукбек и Теодор. Ну, я думаю, что мы возьмем, наверное, с вами Теодора. Потому что здесь больше кубков. И уровень, кстати, уже, ну, достойный. 30-очка, как ни крути. Хм. А у меня еще много 30-х уровней, друзья мои. Очень много. Причем здесь уже золото. О-хо-хошечки. Мы можем с вами здесь влипнуть хорошенько. Я возьму, наверное, Донателло Космос сюда. Возьмем, наверное, Саблезуба. Да? И надо будет уже брать, конечно, кого-то послабее. Это, я думаю, что будет у нас Бибобчик в костюме кролика. И, наверное, Рафаэль. Слушайте, друзья, я очень сильно рискую. Очень сильно рискую. Я могу здесь кого-либо потерять. Если немножечко мы здесь с вами опростолосимся. Не забывайте, что здесь Тимми. Это у нас Таунт. Так, тут еще Майки, которую усиливает команду на атаку. Слушайте, а я забыл. Что это делает у нас? Саблезуб пусает врага. Вероятно, называется, вызвать оглушение. Оглушение, да? Но этот скилл у нас не прокачан, насколько я помню. Но оглушение. Давай я рискну. Я рискну, друзья. Воу, оглушение сработало. Так, ну теперь попробуем пробить его лазером. Давай, Донни, не подведи, пожалуйста. Ох, ох, ошечки. А че ж так жиденько-то? А вот так я с хвостиком? Да ладно. Давай вот так вот сделаем. Массовая атака от Рафаэля. Ну, прилично. Друзья мои, не забывайте, что Тимми сейчас, наверное... Да, да, конечно. Я так только хотел сказать, что он возьмет провокацию. И это и получается. Ой, не надо, не надо вот так вот делать. Ладно, пока терпимо. Давайте уничтожать тогда Тимми. Для того, чтобы нам добраться до остальных, как говорится, персонажей. О, у него усиленная защита. Вот что. Почему его и пробить-то хорошенько не можем? Ну-ка, давай-ка так, из бластера. Это даже не бластера. Водяной пистолет, по-моему. Ну, что ты. Так, у нас хил здесь есть. У нас хила, по-моему, тут нету. Поэтому нужно быть предельно аккуратным. А, нет, друзья. Вру. Вру, я заврался. Потому что у нас у Бибопа есть хил. Он же у нас кролик, да? Именно у этого Бибопчика есть отхил. Когда он садится на кресло с попкорном. И делает себе. И не только себе, и нам всем отхил. Я думаю, что пора этим воспользоваться. Посмотрим, насколько хиляет. Ух ты, неплохо он хильнул. Это мне нравится. Так, Майки мы сейчас, наверное, с вами все-таки уничтожим. И остается лишь Донателло. Ну, с ним-то, я думаю, мы справимся. Не так, конечно, легко, как хотелось бы. Но все равно шансов у него здесь нету выжить. Отличненько. Зато все мои персонажи целенькие. Как говорится, и здоровенькие. Так что, переходим с вами далее. Может быть, даже... Да, в элиту две звезды. 96-я позиция. Но здесь, конечно, нам придется два боя сделать, чтобы перейти на три звездочки. Так, выбираем персонажа. Мухаммед, Диего и... Не знаю, кто такой. Я возьму, друзья мои, по старинке Мухаммеда. Часто он мне попадается. Может быть, конечно, это совсем другой Мухаммед. Но никнейм такой частенько, частенько нам попадается. Согласитесь. Значит, здесь 28-й уровень максимальный. Это хорошо для меня. Но здесь золотые персонажи. Хоть кто-то мне и сказал, что не обращай внимания на это все. Нет, друзья. Ранг золотой. Это ранг золотой. Как ни крути. Все-таки они повышаются. У них сила атаки. Защита, ХП. Все возрастает. Начнем с Пита и суперудара от Рафа. Да ладушки, что ты делаешь-то? Ну-ка, а если вот так вот шайбой его пробить? Так, мы заблокировали ему способности. Это крутенько. Теперь уничтожаем, наверное, его из бластера. Минус Пит. Так, следующим нам... Слушайте, по идее нам нужно уничтожить Доника. Почему именно Донателло, друзья мои? Потому что он делает дополнительную защиту. Плюс у него есть массовая атака. Не стоит об этом забывать. Так, мы тоже делаем массовую атаку от Донателло. Ведение. Так, этот уходит в инвиз. Это плюс нам. Потому что он пропускает ход, грубо говоря. Так, здесь терпимо все было. Ну вот, бросает сюрикены. Ну что же, давай попробуем, наверное, мы Донателло все-таки добить. Ай, не вышло, не вышло. Ладно, ничего страшного. Отлично. Так, теперь у нас караечка с кунаями. Нам нужно будет, наверное, скоро хиляться. Хиллер у нас с вами Донателло видение, да? Так, добьем, наверное, я думаю. Отличненько. Захиляемся. На всякий случай, друзья мои. На всякий случай. Потому что я не хочу, чтобы у нас кто-то здесь погиб. Делается рывок. Выживает у нас Лео из космоса. Ну, а мы наказываем с вами караечку. Попытаемся, по крайней мере, ее сейчас пробить. Да, слишком много я делаю телодвижений для того, чтобы, как говорится, ее исключить из этого боя. Слушай, неплохо бомбит. Ну-ка, Донни, прожарь его. Отлично. Все. Все. Все целенькие. Как говорится, мы с вами получаем все кубки, да? Все лавры, как говорится, достаются нам. Ну-ка, посмотрим с 96-й позиции. Наверное, будет где-то 30-я или 40-я. Ох, 14-я. Нифига себе. Вот это да. Вот это бустуем. Вот это мы с вами бустуем. Так, Дерек какой-то, видимо, встал с утречка. Недовольный какой-то. Габриэль и Вилл. Ну, ладно. Давай, наверное, мы возьмем с вами Дерека. Немножко его надо взбудоражить, да? А то он какой-то кислый, вялый. Так что надо ему заряд энергии придать. Будет у нас с вами выступать здесь Джастин, Леонарда. Комикс возьмем с вами, наверное, Кейси Джонса. Рафаэль. Давай, наверное, мы возьмем здесь Бибопа и, скорее всего, Донателло. Да, да. Именно тот самый, который сегодня у нас прапался на четвертую серебряную звезду. Он достоин того, чтобы здесь поучаствовать. Ну что же, приступаем. И начну я, пожалуй, с Монда Гека. Мне не нравится он, потому что он может усилить и ускорить свою команду. Он, в принципе, этим и занимается. Ускорил, да? Плюс Крит повесил на Рокстеде. Вот так вот. Друзья, это очень опасно. Так. Как же... Какой же у нас там вот этот, если не ошибаюсь, да? Скилл. Который дает нам провокацию, уклонение. Так. Только лишь провокацию, уклонение почему-то не сделал. Странненько не сработало. Так, меткость понизили только двоим. Оу, даже ты что... Да ну, хорош. Ты посмотри, ребята, он оббафался весь с ног до головы. Просто с ног до головы. У него контратака, да, здесь есть? Интересно, смогу я его пробить? Пробили. Отличненько. Так. Массовая атака от Джастина. Это рискованно, потому что здесь у нас Рокстеде с контратакой. Но я все равно, друзья, буду делать. Все равно буду это делать. Понизили меткость. Ох, ничего себе бомбануло-то, посмотри. Он бомбанул нехило. Они промахиваются, друзья. Так, Лео держит. Держит удары. Отлично. Давайте, наверное, мы с вами будем... Кто у нас так? Бибоб ходит, да? Попробуем сейчас Рокстеде убрать с поля боя. Не вышло ни шишарики. Так. Контратака. Так, а вот это что у нас здесь? Атакует врага, выполняя серию брутальных ударов мечом. А вот это, по-моему, массовый у нас, да? Давай попробуем так вот сделать. Массовый удар. Слушай, неплохо. Бибоба, кстати, мы с вами, наверное, сейчас исключим. Из битвы. Да, по-моему, надо это сделать. Так, Бибоб пока. И попробуем сейчас наказать Рокстеде. Надеюсь, пробьет его Донателло. О, так, тихо. Охо! Охо! Слушайте, друзья, это очень-очень рискованно. Хм. Следующим будет ходить Рафаэль, наверное, да? Я даже не знаю, что сделать. Я даже не знаю, что здесь сделать. Попробовать Рафаэля или... Блин, тут, смотрите, тут нет... Они же будут атаковать больше, чем уверен, что Джастина. Ладно, поехали. Попробуем. Рискуем, рискуем, конечно, друзья. Так, минус. И... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Плюс Анастасия и Марио. Анастасия и Марио. Я возьму тогда Анастасию. Да. Почему бы и нет? Смотрите, какой тут уже уровень. 37-й максимальный уровень у нашего оппонента. А, точнее, у Анастасии. Возьмем Рафаэля. Возьму я сюда, к северу Монтеса. Пиццелицева. Возьмем Таунта в виде Астрозуба. И возьму-ка я, пожалуй, сюда нашего Супер Шреддера. Да-да. Пускай, как говорится, не расслабляется Анастасия. Так, что у нас здесь? Ну, в принципе, неплохая командочка. Но для меня это ерунда. Давай, Супер Шреддер, бомби. Пол ХП отнял. Ну, молодец, молодец. Ничего не могу сказать. Смотри, они сразу переключаются на слабых. Так, что мы можем здесь сделать? Ну, можем просто бомбануть. А, нет, нет, не то я нажал. Ух. Ха, защиту-то понизили. Так, теперь на... Пиццелицы, ты хорош. Еще сдуйся мне здесь. Все, друзья мои. Я начинаю атаковать самыми мощными атаками. Ти-ти. Ага. Минусанули. Так, Эйприл нам здесь не нужна. Она вообще здесь не в тему. Согласись. Так, давай-ка ее накажем, наверное. Да ладно, ты к север, Мотос. Ну, что ж ты, слабак-то такой. Ну, Острозуб наш выдержит. Должен выдержать. Хила у нас здесь нету. Такие коломене. Так, массовую атаку сделать. Я боюсь, что... Сплинтер может атаковать нас. Сплинтер, если будет атаковать, он, наверное, накажет Пиццелицеву. Да чтоб тебя! А, нет, все хорошо. Фу. Все хорошо, друзья мои. Так, добиваем Эйприл. Нормуль. Так, теперь мы, наверное, бомбить будем Монда Гека. Так, выжил, да? Выжил. А если вот так вот бросим? Четенько все. Так, у нас, значит, Рафаэль и... Сплинтер, да, здесь остается? Так, ну, я думаю, Острозуб пока еще выдержит. Пока еще все у него хорошо. Так, давай-ка бросим, наверное, кусок пиццы. Бумс, слабенько было. Так, бортанем его чуть-чуть. Ага. Добьем. И остается у нас Сплинтер. Ну что же, приступим. Ух ты! Как заклятый враг. Он, видимо, наносит ему обалденный урон. И Ксевермонтес, как видите, да, добил. Ну что же, очень даже неплохо. По крайней мере, все выжили. Не так, как этот Джастин наш, да, подвел меня. Так, ну что же, третья позиция. Все-таки мы с вами в самуратчике-то заберемся, заберемся. Здесь у нас Билал, Ильнас и Джексон. Ну, я думаю, что мы возьмем с вами Ильназа. Так, Ильнас, прости меня. Дружбан, я не хотел, но так придется сделать. Я думаю, вот этой команды нам с вами за глаза, да. Ой, все в золоте у меня здесь, господи. Мы просто в золоте купаемся с вами. Персонажи золотые, плюс имбовый. Не забывайте, у нас Супер Крэнк. Ух, сейчас как бомбанет. Так, ну, естественно, вначале мы укрепляем нашу команду, да, на атаку. Все, повесили. Так, у него сразу же, ты прикинь, какая у него большая инициатива, что он может еще сделать один ход, сразу же. Давай тогда нунчаками, наверное, бомбанем. Карайку с удара вынесли, ты прикинь. Ну что, давай, наверное, мы начнем с Эйприл теперь, да. Ну-ка. Ага, не добили чуть-чуть. Ну, давай сделаем тогда массовую атаку. Мне нравится, как она выглядит. И бумс. Неплохо, да, бомбанули. Я бы даже сказал, вообще великолепненько. Потрепали мы нервишки. Ну что же, теперь Макман делает свой суперураган. И все. Блин, колоссально, колоссально хорошо здесь у нас с вами получилось. Так, ну что же, а мы с вами уже, да-да, в самураях. И 50-я позиция. Шик и блеск, по-другому не скажешь. Сергей, Анна и Мохаммед. Ну, естественно, я возьму, наверное, нашу Анночку. Да. Нашу Анночку мы будем с вами сейчас немножко теребунькать. Так, поехали. До неведения и берем с вами Рокстаги. У нас два здесь Рокстаги, все 45-го уровня. Только единственное, что вот этот тут у нас пока серебряный. Так, что у нас здесь? Хилы. У нас нет хила, да, в этой команде? Или есть? Нет хила. Так, хорошо. Тогда мы будем с вами, наверное, брать в оборот Эйприл в первую очередь. Так, массовая атака от Майки Космоса. Слушай, неплохо вжарил. Теперь давай вызовем этих дурачков из другого измерения. Би-Боба и Рокстаги. Опа. Минус на нули, да? Одного минус на нули. Так, заблокировали нам у некоторых персонажа способности. Слушай, да, мы здесь выжим. Так, ну даже отхил твой не поможет здесь. Он не поможет. Я, наверное, возьму... Нет. Или взять. Не буду я пока брать провокацию. Бомбанем. Минус Эйприл. Давай команда Гека попробуем. Ага, не наказали пока еще. Пока не наказали. Давай поджарочку сделаем. Ай, красота-то. Постепеночка на обоих повесилась. Ну, естественно, сейчас Макман тоже упадет. Но нет. Придется нам его просто добить. Ну что ж, великолепно. Великолепно. Вот эта вот команда сыграла. Единственное, что вот не хватает нам хилов. Раньше не хватало нам провокаторов. Теперь не хватает хилов. Как ни странно. Но Самурай 2 звездочки. А позиция 94. Понятно. Значит, нам надо будет здесь провести 2 боя. Так, опять Мухаммед. Опять Анатолий. И Джастин. И Джастин. Так, смотрим по кубкам. Ну и, естественно, выигрывает Джастин. Поэтому мы будем с ним, наверное, не драться. Так, какие у меня тут. А, 45-й максимальный здесь уровень, да? Крис Брэдфорд. 4 звезды. Там Рафаэль у него. Кстати, нам здесь расслабляться точно нельзя. Это я вам серьезно говорю. Возьмем, наверное, Сплинтера здесь. Возьму я ролевого Майки. И я думаю, что возьмем с вами Шархана. Или Тигриного Когтя. Ну что же, у нас с вами здесь 2 массовые атаки. Даже 3. С них, пожалуй, мы и начнем. Так, неплохо, неплохо. Давай вторую массовую атаку. Вау. И... Нет, Сплинтер стал ходить. Ну, давай, наверное, с вами пробафаемся. Пробафаем нашу командочку, да? Каждому, как говорится, свое. И нам нужно кого-то сейчас изничтожить. Это будет у нас Крис Брэдфорд. Давай вот так вот. С вертушки, как говорится. Отличненько. Дальше у нас массовая атака от Лео. Ну, я думаю, что мы не уроним здесь никого, да? Нет, уронили. Даже причем двоих. Что для меня очень неожиданно. Так, Донни. Ой, 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 ой. Что ты делаешь, а? Отдохни, маленько. И добивочный для Рафа. Слушай, никак не ожидал, что вот так вот мы с вами легко будем проходить. Ну что же, двигаемся тогда дальше. Я говорил вам, что здесь нам нужно 2 боя, да? Чтобы перейти в Самурай 3 звезды. Но это ничего страшного. Поехали. Так, смотрим. Джейсон, Матвей и Мурат. Ну, естественно, Матвей. Естественно, Матвей. 45-й, опять же, максимальный уровень. Выбираем из наших. Так, Кунаичи. Возьму, наверное, нашу Лису. Лапекс. Так, Монда Гека пускай здесь будет. И, пожалуй-ка, мы возьмем Бибопа и Тимми. Да, без Таунта нам будет здесь плохо. Поэтому Тимми здесь нам зайдет как никогда. Тем более, у него довольно неплохой уровень. Я думаю, что он выдержит. Так, начнем с Криса Брэдфорда. Ой, Лапекс, почему так слабо, а? Давай пробивай его, пожалуйста. Да ладно, Бибоп, даже ты не смог. Бросим, наверное, с вами баллончик. Хотя можно было бы и ускорение влепить. Ага, заблокировали. Монда Гека теперь ничего не сможет сделать. И это хорошо. Так, ну теперь, естественно, делаем провокацию на Тимми нашего. Опа. И попробуйте, как говорится, теперь нас пробить. Ага. А, у Лапекс повесилась месть. То есть она будет теперь бомбить каждого, да? Вот так вот, хорошо. Ну что, Кунаичи, давай попробуем, наверное, мы с тобой бомбануть Дони. Шикарно получилось, но немножко не добили. Так, поджог идет. Ох ты, посмотри, как у него сработал поджог, а? Вырубишь, нет? Молодец, красавчик. Так, Лапекс, нам надо с тобой что-то сделать. Давай попробуем, наверное, ушатать Монда Гека. Ну, я сомневаюсь, что у тебя это получится, конечно. Ну, ладно, хотя бы так. Хилата у нас нету здесь. Значит, что делать? Давай ускоримся. Давай ускорим нашу команду. Вот так вот. Баллончик он еще бросает. Вау. Вот это да. Вот это нежданчик, если честно. Вот это нежданчик. Не, мы пробафаны, конечно, тоже неплохо с вами. Но этого недостаточно. А может быть достаточно. Сейчас посмотрим. Ой, нет, 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 нет. Ой, хорошо. Друзья мои, очень опасно, потому что у нас уже у Аллопекс очень мало. И... Да я не знаю, что нам делать. Если сейчас мы с вами не забомбили. Хорошо. Ай, господи. Давай попробуем, попробуем. Кунаищи, вся надежда на тебя. Не знаю, что делать. Давай так вот попробуем. Нет, сейчас потеряем. Ох, елки ты палки, друзья мои. И вот что делает постепенный урон. Просто вынес нам двоих. Но никак не ожидал, что огнемет от Рокстеди просто вот... Просто забомбит нам всех. И не то, что он их забомбил, а именно от постепенного урона. У меня не было, к сожалению, такого бафа, который мог бы скинуть с нас вот это вот проклятие. Так, Дмитрий, Даня и Джозе. Так, ну что же, кого возьмем? Давай, наверное, мы возьмем с вами Даньку. Да, будем Даньку бомбить. Блин, ну как вот осадочек такой остался у меня почему-то. Что я не смог ничего сделать. И главное, что хила не было. Можно было бы подхилиться, да, на крайний случай. И тогда бы все еще было бы нормуль. Мы могли бы с вами протянуть бы там немножечко. А так как не было хиллера, тут надо вот, чтобы в каждой компании был таунт, дамагер, хиллер, да, и кто еще там нужен нам? Больше я не знаю, кто нам нужен. Хиллер, танк и дамагер, это основа основ. Так, давай сделаем массовую атаку. Опять же, смотрите, у меня наш Майки Финн подвержен тому, что его сейчас будут разбирать. Если крип не успеет. Если крип не успеет. А он, наверное, не успеет, поэтому нам придется с вами хильнуться. А уже потом ставить нашему крипу провокацию. Да чтоб тебя, Эйплил. Давай попробуем так сделать. Какая она жучара, а, все-таки. Он бафает, да, Сплинтер бафает всю команду. Мне главное успеть повесить... Да чтоб тебя, а. Мне главное успеть повесить провокацию. Так, поехали. Давай, наверное, мы понизим им защиту. И атаку. Это самое то, что нужно. И давай потихоньку уже разбирать, в конце концов. Надоели они мне. Обалдеть просто-напросто. Промахнись. Угу, конечно, промахнется. Так, у нас есть хилл от Шрэдера. У нас есть хилл от Эйплил. Это не стоит забывать. Так, давай, наверное, мы Хана наказывать будем. Ну, пробьем, нет? Пол ХП отняли, это уже плюс. Так, не пробьет он, крипа мне. Делаем от хилл тоже от Эйприл. Во! Смотри, как захилялись неплохо. Сам от хилл еще есть у нас, да? Но мы его пока не будем с вами тратить. Попробуем так разобрать. Да чтоб тебя, ну... Майки Фильм, конечно, слабак. Слабак, в плане того, что, друзья мои, у него слабые атаки. У него не прокачаны вообще скиллы, по ходу дела. Да? Так, провокация пока стоит. Это для нас плюсик. Блин. Этот плюсик мы сейчас можем с вами очень быстро потерять. Да чтоб тебя. Ну, отлично. Хоть здесь получилось у него. Ну что, будем с вами тратить хилл сейчас? Или не стоит? Выдержим ли мы удар от Майки? Как вы думаете? Я не знаю, друзья. Я попробую вначале вот так вот сделать. Ага. Так. Нормулечка. Так, укрепляет команду, да? На атаку. Ладно, хорошо. Пробей, пробей. Хан, молодец. Красава. Так, удар. Слушай, он не контратачит почему-то. Ага, все-таки контратачит. А если так сделаем? И остается лишь... Давай хельнемся. Я хотел его добить, но я не стал рисковать. Вот теперь можно, наверное, да? Изи. Фу, рискованно было. Да, я, естественно, мог бы взять в этих боях одного Леонарда, и мы бы всех крушили и ломали бы. Но нет. Мы с вами будем по чесноку. Ну что же, мы уже с вами в самураях. Три звезды, 79-я позиция. Я думаю, где-то боя три нам нужно будет сделать, чтобы попасть уже в сёгоны. Веслий, Эрик и Альваро. Они, в принципе, все одинаковые, но Альваро будет немножко послабее, мне кажется, да? Нет, нет. Послабее будет Эрик, потому что здесь три серебряных персонажа. А тут всего лишь один. Так что давай с него и начнем. Так, кто у нас тут? Кошка морозильная. Плюс крысиный король. Мы точно с вами всех отыграли? Да, всех отыграли здесь. Значит, уже пошли полтиннички у нас. И это крутенько, потому что... Потому что я возьму сейчас Усаги, и он будет просто здесь всех рвать. Точнее, не он будет рвать, а мои персонажи, если на них повесится контратака. А я думаю, что она повесится. Так, давай делаем баф. Можно было бы, конечно, сделать массовую атаку. Прямо с лёту. Но пока потерпим. Ох, красота-то какая-то. Ты посмотри, контратака повесилась на всех, кроме мухи. Ну, мухи это и не обязательно. Давай бросим просто вот эту пробирочку. Может, заморозим? Не получилось. Так, морозильная кошка мстит. Ой, они даже ничего не могут сделать. Хе-хей! Ну что, давай сделаем ультразвук. Оу, и меткость еще понизили. А если я еще и скорость повышу нашей бригаде? Это будет вообще имба? Это будет, друзья, вообще имба атака. Сделаем супер-атаку. Крысы побежали. Так, еще живут. Ага, хиляется к Хербисам. Да хорош, ты уже успокойся, а. Что он делает? Что он делает, друзья мои? Я не понимаю. Ну, давай, Юсаги. Посмотрим, насколько ты хорош. Массовая атака, друзья мои, да? И ядрит тебя на корень. Он ничем не уступает Леонардо. Согласитесь. Ничем не уступает. А если его еще прокачать до 90 уровня. И до 6 ступени прокачать ему вот эту вот супер-атаку. Это будет вообще имбище. Ты представляешь? Мы будем с вами проходить вообще все ивенты. Все дейлики, все ежедневки тогда. Ну что же, неплохо. 41 позиция у нас остается совсем-совсем чуть-чуть. И мы с вами будем уже в Лиге Сегнов. Так, Рене, Айрон и Ник. И по кубкам у нас либо Айрон, либо Рене. Ну, я думаю, что мы возьмемся с вами Рене. Угу. 50 уровень здесь на максимум. Мы берем с вами Ваньку. Ну, здесь можно вот так вот по порядку взять. Кстати, сколько у нас персонажей? Еще где-то два боя, да, впереди. До Сегунов 2 звезды мы с вами не доберемся. Это точно. Это точно. Но, тем не менее, неплохо мы с вами пошарили здесь, да? Совсем неплохо. Давай массовую атаку. Ай, красотища. И еще одна массовая атака, и, наверное, упадут все. Нет, не все. Не все. Добиваем. Ванюшин, молодец. Красавчик. Неплохо. Двигаемся тогда с вами дальше. Ну, испытания ежедневные, друзья, мы будем с вами уже проходить в следующей серии, да? Сегодня у нас чисто лига. Так, ну что же. Сегун. 91-я позиция. Два боя, как говорится, еще впереди. Давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Анатолий, Лерси и Анастасия. Ну, я, наверное, возьму... Давай, наверное, с Толиком подеремся. Да? Так, Змейковьюн, Армагон, Донателла, Арахзар. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Один герой опять у нас будет как-то не в удел, если честно. Что будем делать с вами? Тратить откаты? Ну, сейчас посмотрим. Я думаю, здесь не стоит тратить провокацию. Мы здесь и так с вами справимся. На изи, я очень уверен. Просто надо подрубать, как говорится, массовые атаки, и все будет хорошо. Ну-ка, давай-ка, Рафаэля пробьем. Ммм, вот так даже. Хорошо, Армагоша. А разберись, пожалуйста, с ними. Вот то-то и оно. И добивочный. Все. Шик и блеск. Ну что же, продвигаемся с вами дальше. Посмотрим, какая позиция была. 91-ая, я думаю, сейчас будет где-то 50-ая, 60-ая. Наверное, так. Ну. 50-ая, да? 52-ая даже. Ну что же, неплохо. Давай тогда выберем максимального. И это так, Сергей, Алекс и Макро. Ну, естественно, я возьму Серегу. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такая вот команда у нас с вами получается. Слушай-ка, по-моему, нам придется все-таки еще один с вами бой замутить. Но он будет состоять из трех персонажей. Даже не буду здесь никакие уклонения ставить. И все, и так ясно. Смотрите, что делает вертушка от Лео. И все. Без проблем, как говорится. Так можно было бы проходить с самого начала и до конца. Ну, естественно, откатов у нас бы не хватило на это все дело. Так, какую позицию мне сейчас дадут? Так, друзья мои. Ну что, я все-таки рискую. Рискую, я возьму максимально... Вот, 20-ый. Это у нас Павлуша. Возьму Зека. Возьму Лео. И возьму... Ну, давай Рафаэля. Вот, три персонажа. Я думаю, что этого будет нам достаточно для того, чтобы перейти в Сегуны 2 звезды. Я в это свято верю. Так, ну что. Массовая атака. От Зека. Плюс вертушка от Леонардо, естественно. И они все ложатся спать. А мы смотрим с вами на конечный результат. Мне вот это очень интересно. Попадем мы все-таки или нет? Зря я сделал. Или все-таки оправдано это? Ну-ка. Друзья мои, это было оправдано. Да. Пускай 97 позиция. Фиг с ним. Главное, что я дошел до Лиги Сегунов 2 звезды. Несмотря на то, что я слил в этой серии... Сколько? Троих, четверых, по-моему, персонажей. Кстати, у нас 114 монеток. И мы с вами идем прямиком в магазин. Так. Здесь мы ничего брать не будем. Потому что нечего нам брать. Ой, не знаю. Ну что, берем с вами, да? Монетки или нет? Ой, монетки. 10 золотых. Давай возьмем. Давай возьмем. Так. Что у нас? 124 золотых осколка, да? Владушки. Жетонов у нас 485. Это все понятно. Остается лишь одно. Набить нам еще немножечко серебряных и золотых осколков. Ну, давай быстренько, буквально шемингом пролетим, да? Тут на автобой до последнего боя. Там уже, наверное, придется ручками сыграть. Но я думаю, что у нас все там получится. Он будет 80 уровня. Ну, естественно, мы его просто покараем. Главное, чтобы сработало уклонение от нашего майки. И не подвело нас. Потому что оно, хоть и вешается, периодически делаются такие промашечки. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с шансом крита, да? От нашего противника. Может быть, с силой удара он как-то пробивает. Ну, вот такие штуки, друзья, происходят периодически. Так, ну что? А, нет, тут два удара. Да ладно. Успокойся ты со своими маузерами. Маузерами ты все равно промажешь. 40 уровень, что он хочет. Так, следующий Бакстер Стопман у нас будет 60 уровня. И последний, так как я вам говорил, 80. Ну что же. Так, 16 серебряных осколков получили. Теперь идем за 8 золотых осколков. Будет разыгрываться. Естественно, я здесь пока включаю тоже автобой. Потому что здесь ничего страшного нет. Мы его все равно здесь бомбанем. Так, он делает ракетный удар. Вот мне не нравится у Майки вот этот вот удар. Ну, вообще ни о чем, согласитесь. Да? Вот эта вот вертушка ногой. Зачем Рафаэль взял провокацию? Я ума не приложу. Она здесь вообще не в тему, если честно. Ладно. В общем, этого Бакстера Стопмана мы с вами забомбили. И остается лишь последний на 80 уровне. И разыгрываться будет 16 золотых осколков. Поехали. Здесь, конечно же, придется все сделать своими ручонками. Так, 80. Так, все хорошо. Персонажи у нас нормальные. Мощные. Ну, относительно мощные. Лео-то, конечно, вообще практически имба. До соточки никак не могу его раскачать. Слишком много требует он мутагена. Так, ну что, давайте сделаем, наверное, уклонение. И будем смотреть, как у нас дальше развиваться события будут. Так, делаем пробивной удар. Ой-ой-ой. Четверть хп всего лишь отнял. Ах, ты попал. Ты посмотри. Ну-ка, теперь попробуем постепенный урон на него повесить. И он повесился. Дальше. Дальше я, наверное, все-таки хильнусь. Потому что, ну, удары у него ватные. Вы сами даже понимаете. Так, он вызывает маузеров. Довольный. Ага. Он даже не попал, да? Точнее, попал только по Леонардо. Ну, и я думаю, что вертушечки будет достаточно для того, чтобы он отправился. Нет? А, постепенный урон его добил. Ну вот и все, друзья мои. И, по-моему, на сегодня мы с вами что могли сделали? Ну, естественно, испытания будут уже в следующей серии. Так, у нас с вами сыр есть, все дела. Кстати, а что у нас за платиновые? Так, негодники. Негодники. Хм. Что-то я, честно говоря, не помню, что у нас там происходить будет в этих негодниках. Ну что, друзья мои. На этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачки вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...